Всем привет. В данном видео я покажу, как выполнить чистую установку Windows 11 с диска или флешки на компьютер или ноутбук. Первая сборка Windows 11 уже доступна к установке. Если на вашем ПК уже установлена Windows 10, то ее можно обновить до Windows 11 без использования загрузочного диска, с сохранением всех данных и регистрации. Об этом у нас на канале уже есть детальное видео. Ссылку оставлю в описании. В этом видео мы рассмотрим именно чистую установку Windows 11. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. В первую очередь для установки вам понадобится загрузочная флешка с Windows 11. Подробную информацию о том, как ее создать, вы также сможете найти в моем предыдущем видео. Ссылка будет в описании. Итак, подключаем загрузочный диск или флешку к ПК или ноутбуку и перезагружаем его. Если компьютер не грузится с установочной флешки, то поставьте загрузку с флешки в BIOS или UEFI. О том как войти в BIOS или UEFI и загрузить компьютер с USB флешки у нас уже есть в видео, смотрите по ссылке в описании. После загрузки с флешки вы увидите стандартное окно загрузки Windows. В зависимости от конфигурации компьютера это окно может грузиться от нескольких секунд и до нескольких минут. В следующем окне выбираем нужный язык, формат времени и денежных единиц, а также раскладку клавиатуры. Нажимаем Далее. После этого нажимаем на кнопку Установить. Здесь также можно зайти в среду восстановления, кликнув на Восстановление системы. Но нам сейчас это не интересно. Далее вы увидите окно с надписью Начало установки, то есть система подготавливает все необходимые для установки Windows 11. Этот процесс может занять некоторое время. В следующем окне будет предложено ввести ключ продукта для активации Windows 11. Если его у вас нет, нажмите У меня нет ключа продукта. Выберите версию операционной системы. Далее. Принимаем лицензионное соглашение. После этого попадаем в окно выборов типа установки. Выбираем второй, выборочная. Именно данный тип позволяет провести чистую установку. Нас он и интересует. В следующем окне нужно выбрать диск, на который будет установлено Windows 11. Это может быть как локальный диск, если на данном ПК уже была установлена ранее какая-либо система, так и нераспределенная область, если диск новый или разделы были предварительно удалены. При установке на существующий локальный диск будьте внимательны, так как все данные с него будут удалены. Также на данном этапе можно перераспределить новый диск на локальные диски желаемого размера, удалить или отформатировать существующие разделы, а также создать новые. Для этого воспользуйтесь доступными функциями удалить для удаления существующего раздела, форматировать для форматирования, создать для создания нового. Но повторюсь, любые действия по созданию, форматированию или удалению разделов или логических дисков непременно ведут к удалению с них данных. Если нет необходимости в разделении диска на логические разделы, то при нажатии «Далее» система автоматически создаст его в указанной области. Выберите диск, на который будет установлена операционная система и нажмите «Далее». После чего начнется установка, ждем окончания процесса. После очередной перезагрузки появится окно с настройкой параметров. Выбираем страну и регион. Раскладку клавиатуры и метод ввода. Если нужно, далее будет предложено добавить дополнительные. Ждем пока система проверит обновление. Если у вас есть учетная запись Microsoft, войдите в нее. Если нет, можете ее создать. После этого система предложит установить пин-код Windows Hello. Следующий шаг – выбор параметров конфиденциальности. Выберите нужные параметры и нажмите «Далее». Система проверит систему на наличие обновлений. После этого вы увидите окно «Приветствия» и система запустит процесс подготовки устройства. По завершении загрузится рабочий стол и это значит, что Windows 11 полностью установлено. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем рады ответить на любые вопросы в комментариях. Всем спасибо за внимание. Удачи!